Очень много грибов Кузов вроде бы чистый, не заляпан гудроном Но вот на колесах гудрона предостаточно Чем это хреново? Вот он поднимает щебенку мелкую И бьет по козову Поднищу Самыми последними словами Обзываю в строительстве дорог Вот этого участка Мягко говоря, они редиски Очень мягко Даже ласково Ласково, очень ласково называю их редисками Вот он поднимает щебенку Что же нам везет? Р-297А-30. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Да, помню, 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 как я устанавливался здесь, да? И вот здесь я собираюсь заправдаться. Гора, шелка. Лекасен, 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 шелка. Бестолковая разметка. Лекасен, шелка. 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 Лекасен. Лекасен, шелка. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Не заметил стоимость бензина. Чернышлевск. Еще 98 километров. Продолжение следует... Вот такая вот местность будет до самого Чернышлевска. Холомистое. Без особых признаков леса. Отместали небольшие клочки. Продолжение следует... 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 Мегафон показывает 25% силы сигнала. Или два даже не проверяя. Проверю для очистки совести. Телли-2 ни черта не ловит. Мегафон тоже временами сообщает, что связи нет. Но сейчас показывает 50% силы сигнала. Вот внизу спустимся. Посмотрим. Сейчас показывает 100% сигнала. Упало до 75% на верхотуре. До 50%. Здесь 25%. Мегафон я фиксирую. Мегафон показывает 25% силы сигнала. Нет сигнала. Телли-2 вообще. Интересно, он вообще функционирует на Дальнем Востоке. Мегафон показывает 25% мощности сигнала. Аплодисменты. Мехафон превосходится с grades 3% кидру. Аплодисменты. Продолжение следует... 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 Почему он дуровей? Почему он дуровей? Потому что лучей... Управляют разметку рабочей... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Вчера на видео... Я заезжал... В Читу... Приобрел... Матрас... Надувной матрас... Они из двух видов... Есть надувные матрасы... Насосом... Накачиваешь... Такие синие... У них классический вид... Синие... Толщиной 1 см... Наверное... 20 см... И... Второй... Матрас... Матрас... Самонадувной... Я взял... Самонадувной... Что он из себя представляет... Что он из себя представляет... В сжатом... Свернутом положении... Сантиметров... 60... Длиной... Может быть... 70... Ну... По ширине... Сейчас уже не помню... Там сколько... Вот... И... Диаметром... Сантиметров... 20... Вот такой кусок... Колбасы... 70... Длиной... Река... Красивая... Берега... Песчаные... С одной стороны... Замечательная река... Так вот... Еще одна заправка... Замечательная... Не то что было несколько лет назад... Но об этом я... По всей вероятности... Расскажу... С автора... Так вот... В свернутом положении... 60... 70... Может быть... Чуть шире... Не замерял... Ширина матраса... И... Биаметром... Сантиметров... 20... Сжатым... Транспортировочного... Что ли... Состоянии... Почему самонадувной? Есть пробка... Когда матрас разбираешь... Он распрямляется... По всей длине... И через это отверстие... Подкручиваешь пробку... Идет... Само... Восстановление... Матраса... То есть... Он как синтепоновый... Набирает... Распрямляется... Набирает... Свой объем... Ну... На это требуется... Полтора... Два... Часа... За это время... Он полностью наберет... Объем необходимого... Воздуха... После этого... Пробка... Закручивается... И... Матрас... Сохраняет свое... Надутое состояние... На весь период... Пока пробка будет закрыта... Должен сказать... Что... Поверхность... Матраса... Имеет... Специальное... Как бы... Покрытие... Которое... Не позволяет... В расстане... Соскальзывать... Вот... Матрас... Очень теплый... Очень... У меня уже... На первой неделе... Начинали болеть кости... От того... Что... Ну... Очень жесткий был... Очень жесткое ложе было... Вот... Ночью... Просыпался... От боли... От того... Что... На жестком... Лежишь... Вот... Просыпаюсь... Переворачиваюсь... На другой бок... Здесь... Этой проблемы... Не было... Матрас... Довольно... Мягкий... И... У меня... Вызывает... Большое... Подозрение... Что... Он... Анатомический... Он... Принимает... Форму... Тела... И... Позвоночник... Оказывается... Ровным... Выпуклые части тела... И... Продавливает... Матрас... И... Он... Максимально... Выравнивает... Позвоночник... Это... Очень... Полезное... Качество... Очень... Особенно... При... Дальних... Поездках... Когда... Много времени... Приходится... Проводить... Автомобили... Я имею ввиду... На привалах... Ночью... Вот... И... Позвоночник... Отдыхает... То есть... Я сегодня... Сегодня... Его... Опробировал... Остался... Очень... Довольно... В свернутом состоянии... У матраса... Есть... Специальные ремешки... Свернув... Свернув... Которые... Вернее... Свернул... Матрас... И... Этими... Ремешками... Закрепив... Его... Происходит... Ну... Как это... Избавление... От воздуха... Что ли... Матрас... Само... Сдувается... Матрасы... Матрасы... Закрепи... Когда я звонил... С трассы... В магазин... Мне... Сказали... Что есть... Матрасы... Размеры... Все... Назвали... Цену... Там... Что-то есть... Большим... Тысячи... Я посмотрел... Это... Синие... Такие... Надувные... Матрасы... Вот... Мне это не понравилось... Тогда он предложил мне... Самонадувные... Вот этот... Самонадувные... Как бы... В спальном... Не в спальном... А в рабочем состоянии... Когда на нем можно спать... Вот... Толщиной... Наверное... Сантиметров... Ну... Пять... Когда он наберет воздух... Сантиметров... Толщины... Вот... А... Те... Матрасы... Надувные... Они... Сантиметров... Баз... Наверное... Ну... Не более... Ну... Не знаю... Каждый выбирает... Пусть выбирает... По своему вкусу... Стоит он... В два раза дороже... Чем вот эти вот... Синие надувные... Вообще известные... Матрасы... Синий надувной матрас... Нужен... Насос... Или его нужно накачивать... Насос... Через тысячу... Толщиной... Не помощь. Актераж. Пригружает. Пригружает. Проект. Подопみたい не ли Silkman... Бурянчик. Проект horrific. Да-да... Бурянчик. Водопад ну федеральная трасса сухая можете не переживать но вчера вечером был сильный ливень очень сильные с молниями но он продолжался минут 15 20 наверное федеральная трасса свободная сухая удачки ребята Субтитры сделал DimaTorzok Так вот, характеристики и мое мнение об этих двух матрасах Синие, которые общепринятые, толстые Они требуют или насоса, или ртом его надувать В транспортном состоянии он, конечно, в разы, во много раз меньше Синий надувной матрас Просто небольшой такой пакетик Ну вот, недостаток тот, что его нужно надувать Надул, пробкой закрутил Пробку закрутил И здесь второй матрас самонадувной Его можно тоже надувать Или ртом, или насосом Тогда он не за два часа самонадуется А за то время Сколько будет его надувать? Три, пять, десять минут, не знаю Ну, если его не надувать ртом Или насосом То он самонадуется часа За полтора, за два Ну, я вот вчера его развернул Не надувал, ничего Вот так вот оставил В развернутом состоянии, пока ехал Вот, и на привале он у меня уже принял необходимые размеры, форму Матрас довольно-таки тёплый С особым покрытием, что не скользит Простыня там, или ещё что-то На синем матрасе Там тоже какая-то ворсиная поверхность Ну, по-моему, по домашнему опыту У меня есть такой матрас дома Он не удерживает простыню Простыня скамкивается Комок, короче, превращается Значит, спальный мешок Кроме матраса У меня ещё спальный мешок Ну, я его брал на Алибабе Он на... Он может быть и как пледом Как покрывалом И как спальным мешком Там есть замочек Который очень легко его превращает Плед превращает в спальный мешок Липучка не позволяет Замочку разъехаться Очень тёплый Синтиконовый, по-моему В собранном состоянии Он размерами, ну как С небольшой арбуз Спальные мешки Ну, выбирайте сами Я тут Есть синтиконовые Это холодное время Когда уже вообще, наверное Минусовая температура И двигатель в автомобиле выключен Я ночью двигатель выключаю Температура сегодня была Вот где-то Не посмотрел Вот так Вот так Спасибо за нежданчики Вот видите следы торможения С левой стороны Вот такие Нежданчики на дороге Могут плохо закончиться Полетев на большой скорости Можно всё что угодно получить Так что Строителям Вот за этот участок Единицу В целом Та дорога На 4 с плюсами А вот такое Это Просто не то, что безобразие Халатность Это даже Можно, наверное, классифицировать Как Мелкое хулиганство Нормальная, нормальная Нормальная дорога Полотно и вдруг Неожиданно Без предупреждения Без ничего Вот такие вот колдобины Ямы За это, я думаю, надо наказывать Я не кровожадный, но Ну да Ну да По-другому Видеорегистратор Достроить не могу Поэтому Две трети Занимает небо Если сделать Растянутым Там свои Недостатки Там угол обзора Увеличивается Крадусов на 20 И Картинка Как Рыбий глаз Она и в этом варианте Чем-то напоминает Рыбий глаз Ну Такое понятие есть А В другом варианте Вообще Боковая картинка Очень растянута Боковая часть Картинки Ну Посмотрите На тучи Полотно дороги Тоже видно Кстати Такая картинка Реальная И Из Сиденья Водителя Третья часть Занимает Дорога И Ландшафт Ну И две Третьих Неба Так что Не обессудьте Не судите Строго Дорогу сделали А через мост По крыке Не тронули Эй Что такое Крутой подъем Не буду рвать машину Не буду рвать двигатель Пусть поднимается С такой Скоростью Сзади Догоняет Каблучок Почему Не убрали Гравию Щебенку С дороги Не Дорожник За такую Работу Это Единицу Блин За этот Нежданчик И За Гравий Ну Разметку Ладно Я Не считаю Пока Дорогу Сделали Но Разметку Не успели Нанести И это Понятно Ну Судя Судя Потому Что Разметка Уже Черная Она Давно Так Техника Стоит Чего Ждут Кого Ждут А Впереди Работает Приношу Свои Извинения Что знак Ну Здесь Тоже Ребята Не Предводились Твою Мать Вот я Ж Говорю За Это За Такое Отношение К водителям Отрывать Нужно Кое Что Стоит Твое 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 Так, пропускает, ничего не говорит. А, вот она, моя полоса. Вот просадка плохая, глубокая, хоть и прошёл её более-менее мягкое, но я думаю, Росавтодор не очень внимательно отслеживает работы на трассе Амур. Я недоволен, ребята, извините, это моё личное мнение. Во всей России вопросов нет. А вот Росавтодор, конечно, я не знаю, как она сейчас называется. В связи с новой классификацией. Вот, видите, следы тормозов. Да и по боковой разметке видно, как пляшет. И фары встречного автомобиля тоже, вы видите, мигает, как моргает. Может быть, не очень заметно. Ну, вот боковая полоса обочину, которая показывает. Смотрите. Росавтодор. Вы славные ребята. С этим никто не спорит. Росавтодор. Ну вот, посмотрите. Тут, наверное, пахнет уже не мелким хулиганством, должностным преступлением. Так, так, так так. Видишь по дороге, как по волнам плывёшь.